Давайте начнем с 24 февраля. Как проснулись? Как началось утро у вас? Утром с собачкой пошли и погуляли. Не, ну проснулись-то мы все равно взрывы. Не, ну взрывы. Проснулись-то мы от взрыва, мы кофе мы пили, потому что мы как-то устойчивая психика, а так-то. И мы побежали в магазин сразу за продуктами. С 4-го пропал свет, не пропала связь, и мы уже тут последними, мы создали группы в подъездах, кто дежурил по ночам. И 5-го утром уже все тут колонны выстроились, ждем зеленый карибар. А его как бы и нет, и нет. Потом смотрю, начинался прилеты. Ну я понимаю, что сейчас будет, получается, по нашему ряду уже возгласить. Я спускаюсь и смотрю, что уже машины не стали ждать никаких коридоров. Все уже ломанулись. Вначале мы думали, что каждые 10 минут машина выезжала, и я звонил у вас, как там дела, следующее. Ну, гружу машину, и уже начинает прилетать уже за мостом. Очень близко. Да, и мы быстро по машинам поехали. Ну, потому что в заднем зеркале вижу взрывы от минометов. И, блин, ну, в этот момент пролетают осколки какие-то, ну, звук. Потом буквально через час там людей в машине, мы убили с Сашком, выкапывали их на там, давидчука на остановке. То есть это вот буквально у нас час, и было бы уже поздно выезжать. Куда вы выехали? Выехали, ехать на самом деле вариантов не было. Мы колонны как вот выехали, и как встойли, скажем так, до Белой Церкви. Ты едешь стройным бредком 15 км в час до Белой Церкви, не уехал ни вправо. Мы в Венеции переночевали, тоже нашли знакомых, и ночью прилегают в Венецию в аэропорт, да, в час в аэропорт, возможно. И такое ощущение, что за нами это все идет, и куда-то все бегут. То есть, ну, состояние, конечно, такое не очень приятное, потому что ощущение, что это не ощущение, а так оно и есть. Это везде, по всей стране уже происходит. И в Венеции переночевали, поехали дальше ровно. И 10 дней где-то мы там жили, да? 10 дней пожили. Когда вы вернулись сюда? 6 октября сюда, в Санкт-Петербург. Мы вначале переехали в Леваху, пожили 10 дней где-то в Левахе. Леваха, 14-м. Нет, ну, плюс-минус, это Азаклевахио нас приютили в Иванковича там. А я знаю, что вы занимаетесь сейчас вынужденной асгумацией. Как так вышло? Ну, со школы ушел с лопатами. Говорит, нужна помощь. В парке мама. Говорит, ну, пойду в команду. Ну, потом как бы начали постоянно просить. Ну, потом как бы у нас коллектив сплотился с Сашей. Постоянно водители менялись. А мы постоянно с ним ездили. Ну, так вот и получилось. Как дети воспринимали всю эту ситуацию? Моральное состояние? Разговаривали по-честному, сразу объясняли? Да, да. У меня такая политика. Я детям про Деда Мороза не рассказывал, сказки по этому. Когда я в 4 года это узнала. Куда не пошла бы, там мой подарок на еду. Ну, да, я психику закалял с детства, поэтому тут фу. Ну, хорошо плакала. Давайте уезжать даже больше. И за нее платили быстрее. А можно я у тебя спрошу, пожалуйста? А ты плакала почему? Страшно было из-за звука или почему? Ну, звук не так уж страшно. Да, ну, это уж я знала, что скоро и сюда приблизится. То есть ты прямо предполагала, да, что все это здесь будет? Ну, потому что реально я была громко и доходила досюда. Еще ближе с каждым днем и ближе. Скажи, пожалуйста, вы когда уехали, тебе легче было? Ну, и да, и нет. А почему нет? Домой хотелось? Ну, да. Там просто я была, то есть, спокойней, но из-за грохотов как-то спать спокойно нельзя было. Спасибо вам большое за рассказ.